Девушки отдыхают Моё чадушко единоутробное Ну что ты встал там? Погост Растегаев Это кладбище пельменей по-нашему, по-современному Вот он стоит Бровями союзен Устами червлён Пузом славен Подбери пузо того Стыдно перед послами иноземных держав Чё мне, я царевич, мак, хочу и буду Встань ровно, царевич, толстевич Уважаемые послы Хочу показать вам чудо наше русское Коломенскую корову Что ты жуёшь всё время, а? Зелье какое-то иностранное жуёшь опять Жувачку обычную Она устраняет запах изо рта А зачем же тебе устранять? Ты, может быть, курил траву никоциану? А? Не курил я Покажи зубы Траву Покажи зубы Зубы чёрные Это гудрон, когда жевал Гудрон можно Жувачки тогда не было в шестнадцатом веке Так что мы делали? Гудрон жевали Лыжную мазь Пластилин Пластилин Это я отвлёкся сейчас Встань ровно, царевич Дай-ка проверю карманы твои На предмет нахождения в них сигаретов Фу Чё это? Скипетр и держава В виде чупа-чупса и киндер-сюрприза Так может быть, ты сына Захотел владеть один государством А отца, значит, на помолку истории отправить? Чё ты взял-то? Да ты знаешь, что в нашем шестнадцатом веке делается такое Берут посох А? Нет! И... Позорницы, позорницы, позорницы! Тут совсем что-то лежу Бошла я буду А что, больно получилось? А нифига себе, конечно, больно Ну, прости Не плачь Ну, прости отца своего неразумного Прости, не плачь Я куплю тебе, знаешь что? Плачь? Нет, Сегумегу куплю Тогда давай Вуду-2 купи мне 3DFX какой-нибудь Ну, хорошо, фикс Покуплю тебе Встань вот так Встань и так вот В монастырь вендуй, если будешь драться вчера Что ты, что ты, в монастырь нельзя тебе Ты же надёжа, царская упора Вот теперь Наследник Наследник Воспитывает своего сынульку Всего вам доброго Дружите с прекрасным И сходите, пожалуйста В Третьяковскую галерею Встань ровно Что ты издеваешься Надцом ещё урок не начался Ты уже издеваешься Ой, здравствуйте Не заметили Здравствуйте, мои маленькие Любители искусства Сегодня мы с сыном Снова будем говорить О прекрасном Да не о тебе Аполлон Полувидерский Сегодня мы расскажем вам О знаменитой картине Купание красного коня Что это за звуки сейчас раздаются? Что за звуки? Что? И ерехонскую трубу прорвало у нас в туалете, может быть Эти звуки Встань ровно Соберись, тряпка Название смешное просто Знаешь, вот посмейся Вот пока посмейся, знаешь Ага Знаешь, сын Ивана Грозного Иван Иванович Тоже смеялся Пока папа не взял свой Жезлонг И не уконтропупил его Вот и с тобой так будет когда-нибудь Сейчас внимательно Первый вопрос К представителю семейства ослоухих Который присутствует Это к тебе Который присутствует на нашей программе Купание красного коня Написал кто? Он в пальто Молодец Получи подзатыльник Остряк Петросян Нашелся Мои маленькие любители искусства Шедевр этот написали два великих отечественных живописца Петросян Господи, какой Петросян Ты запутал меня уже Петров И Воткин Один Обводил, другой закрашивал Воткин Он издевается надо мной сегодня Что такое? Что за издевательство? Да, Воткин Смешная фамилия Папе тоже было смешно Когда он первый раз прочитал В Третьяковской галерее Но папа сдержался И аккуратненько похихикал в платочек А не ржал На всю студию Становись У нас во дворе тоже одного Воткина зовут Смешно Воткина Кого Зовут Воткина у нас во дворе? Тебе Так, знаешь что? Я уже скоро не выдержу Становись Сейчас будем изображать красного коня Чего я-то? Потому что папа не взял с собой картину Потому что подлинник Остался в музее Снимать со стены нельзя его Я бы мог Да, мог бы Ты и папа бы сразу присел бы Лет на 10 Сейчас вопрос номер 2 К нашему Хомяку-мутанту Нидзи По искусству Какой хоккеист Организовал Третьяковскую галерею? Можно отвечать? Можно Сделал так Что? Я буду отвечать Хоккеист Павел Буре Заработал еще один подзатыльник Честно заработал Значит так Объясняю сюжет картины Уже в конце концов Потому что ты не знаешь ничего Хоть сюжет картины узнаешь Может быть И так Купается красный конь На нем сидит На крупе Где у него сидит Голый мальчик И все это называется Модернизм Что? Ты засмеялся Опять захохотал Вот я беру в ухо И в ухо тебе говорю Модернизм Это такое Отделение искусства Живописного А не то, что ты подумал Себе Опять В общем так Голого мальчика Буду изображать я Что? Почему? Да? Вот я сейчас тебе объясню Почему Потому что ты папу Уже разорил до нитки Папа уже голый Ты уже вот этими Своими бесконечными Жувачками Своими этими Сегими мегами Этими своими Как их этими Ты разорил отца Как еще вот эти Пирамида ГКО Да Пирамиды ГКО А ты изобразишь коня Потому что ты на человека Все равно не похож Ты больше похож на бегемота А бегемот он ближе к коню Чем человек Чем ты Ну в общем Запутал ты меня Быстро показывай Купание красного коня Давай Пошел Хорошо Хорошо Теперь показываем Как на красном коне Сидит голый мальчик Так осторожно Папу не рони Держи крепче Все поплыли Копытами Перебираю Быстрее к берегу Пошел Счастливо Мои маленькие Любители искусства Слетимся в Эрмитазе Здравствуйте Мои маленькие Любители Искусства Удивились Удивились Думали Что я опять Буду рассказывать Про спорт А я между прочим И про искусство могу Меня вообще В последнее время Везде приглашают Даже в военную академию Читать лекции По теме Теме Нанесения Упреждающих Ударов Стань ровно Стоит Ворон Ловит носом Метод преподавания У меня очень наглядный Мне сказали И каждому Понятный А кому Непонятный Тому я покажу Дома Как одним зайцем Убить двух Слономальчиков Стань ровно Итак Мои маленькие Друзья Сегодня я расскажу Крой трубу свою Уже Нервные у меня Нервные Знаешь У папы тоже нервы есть Знаешь Папа вот когда-нибудь Не выдержит Он знаешь Все-таки Он только пугает Но он когда-нибудь Не выдержит Он возьмет ремень Или линейку Логарифмическую И вот лупит Вот по этому Рубенсу Надо Не буду больше Смотри Чтобы это было В последний Что? День Какой день? Ага Точно Спасибо Сейчас помолоть Последний день Помпеи же Мы с вами Разбирали картину Я отвлекся Извините Мои маленькие Любители искусства Итак Что же мы видим На картине Бессмертного Русского художника Первой Тире Второй половины 19 века Карла Бирюлёва Бирюлёва Сейчас Вот это вот Безрукая Венера Которая Ничего уже Не держит В руках своих Всё роняет На пол Разверзнет Перед вами Бессмертное Полотно Русского Художника Что ты Выпучил Глаза Как бюст Родена Куда ты пошёл Где Бессмертное Полотно Где Может трусы Ты засунул Нету А здесь Тоже Какое Полотно Ну какое Полотно Я бумажку Тебе дал Перед тем Как мы шли На передачу Она думала Она не нужна Уже больше И что ты Сделал с ней Варвар Вандал Геростратчик Папиных денег Что ты В пруду плавает Где В пруду В пруду плавает Вот так вот Подлинная Картина Бирюлова Которую Папа Из огонька Вырезал Вот этими Вот своими Руками Ты опустил В пруд Востанкинский Я подводку Сделал Бесшумную Сныряю Летом Я тебе Сныряю Я тебе Знаешь что Сныряю Ремнем Что же Как теперь Детям Картину Объяснять Такую Картину Загубил Может быть Такую картину Пять лет Уже никто Не нарисует Ладно Сейчас сам Будешь Показывать Стань Как следует Ровно Красиво Итак Дорогие Мои Маленькие Любители Искусства На картине Художника Опять Забыл Фамилию Брелкова Брелкова Последний день Помпеи Изображен Одноименный Город В роковой День Извержения Вилкана Визу Визу Покажи Извержение Откуда Откуда Не будет Извержение Покажи Стыдно При всех Знаешь Сейчас возьму Ремень И будет Постыдней Когда я Трусы сниму Показываю Извержение Вулкана Ну вот Пришедший Так Знаете Огонь Дым Земля Трясется Хватит Извергаться Хватит С крыши Храма Падают Мраморные Извояния Богов Показываю Как падают Извояния Вот так Страх И ужас Молодец Сейчас похоже Показал Как падают Извояния Испуганные Люди Прикрываются Руками От падающих С неба Комней Как показываю Они Прикрываются Нет Активно Активно Да не так Вот так Вот прикрываются От падающих Комней И наконец Мы переходим К главной части Композиции Молодой Воин Уносит На плечах Старик отца Так Стой Стой Куда ты пошел Так Пригнись Маленько Дай старику Отцу Занять Полученное место Вот так Значит Вот Мои маленькие Любители Искусства Приблизительно Так и выглядит Шедевр Карла Брюнова Последний день Помпей В следующий раз Мы с вами Рассмотрим Не менее Знаменитую Картину Бурлаки На Волге До новых встреч С искусством И здравствуйте Мои маленькие Любители Искусства Сегодня мы продолжаем Свои уроки Прекрасного Уроки Прекрасного А не уроки Добычи полезных Ископаемых Из скважин Из двух Вот этих Итак На этих уроках Мы будем вам Рассказывать Не только О хороших Красивых Картинах Таких Например Как Апофеоз Войны Художника Верещагина Или Мишка На севере Бадаевской Кондитерской Фабрики Но и о Картинах Противных И мягко Говоря Непонятных Итак Уважаемые Дети Перед вами Картина Черный Квадрат Страшно? Вот и мне Было страшно Когда Совсем Недавно Подобными Черными Квадратами Красными Треугольниками И Зелеными Застыльниками Попендикулярами Один Бегемотоподобный Пиз Жист Вредитель Разрисовал Дома Все обои Ванную С унитазом И даже Спящую Бабушку Я хотел Авангардным Живописцем Стать Художником Живописцем От слова Живот И художником От слова От слова Хулиган Встань ровно Соберись Дети Смотрят на тебя Катурщик Рубенца И так Этот квадрат Нарисовал Некий Малевич Видимо Этому Малевичу Так было Стыдно За свой Рисунок Все он Подписал Его Только Своим Отчеством Малевич Это фамилия На дачу В США Вот это Каракатица Мои маленькие любители искусства Сегодня моим сыночкой Мы с моим сыночкой расскажем вам О балете Представляете, мы вчера ходили С ним в большой театр На что? На мамину премию ходили По 450 рублей за билет Нифига себе Что за меркантильность такая у тебя? Откуда она взялась? Твой отец никогда про деньги не говорил в жизни На балет? Помолчи На балет щелкунчик мы ходили Та-ра-та-та Мои маленькие любители искусства Вы знаете, щелкунчик оказывается Я посмотрел в энциклопедии специально Это такое приспособление Чтобы орехи колоть, знаете, так культурно А не хрумкать зубами Как бобер, телеграфный столб Че, у меня зубы крепкие Это точно, очень крепкие, очень От ежедневных тренировок В холодильнике, еще бы не крепкие Расскажу вам сейчас маленькую историю Немножечко отвлечемся Купила мама от его На распродаже мешок орехов С грузовика По дешевке Ночью Этот недопыль Дикий Выпорхнул из колыбели Как батман И пошел их хрумпать А что не мог раскрусить Сувал дверной косяк И разламывал дверью А на утром картина Лежит дверь Такая скрученная А в углу Гора ореховой скорлупы И наверху Такой череп Вот этот Как на картине художника Верещагина Апофеоз войны И главное Толстый Такой уже сидел И спит Всю ночь А орехи для мозгов полезны просто Понимаешь Они полезны для мозгов Тому У кого есть мозги А у кого нету мозгов Что ешь орехи Что не ешь Бесполезно Извините Расскажи Лучше что ты видел В Большом театре Ну там бутерброды Ничего такие Сейчас я покажу тебе бутерброды Про щелкунчика рассказывай Тара-та-та Ну этот щелкун Бегал по сцене Прыгал Да А потому что Чего же ему не бегать Не прыгать Когда вот этот вот Годзилла переросток Два отделения подряд Ему светило в глаза Своим лазерным брелоком Пока папа не заметил И не отобрал Лазерная указка Такая специальная Я указывал Указывал Заслуженному артисту СССР Полтора часа Не знал он Куда деться От этого снайпера Самоучки Иначе ты вправо дернется И влево И ручками закроется Бесполезно Безжалостный снайпер Рукащик А кто балеринам Светил на юбке Я хотел посмотреть Беспокоят ли их Какие-то там пятна Или нет Что ты несешь такое Что ты позоришь Опять отца Стань ровненько Вот знаешь Вот есть поговорка Одна у нас У театралов Посади свинью В портер Она и ноги На барьер Вот так Знаете Бедные балеринки Бегали Крутились Как тараканы На сковородке Разве спрячешься От лохнецкого Чудовища Играл в осветителя Вообще-то просто В осквернителя Ты играл Луч света В темном царстве Данко С выдранными мозгами В перерыве Папа повел Его в буфет Взял бутербродов Сачку томатного Камьячку Двести грамм Вот так Себе немножечко Данко нет Такой дорогой Перестань Что ты Ты лучше расскажи Как ты оказался В яме в оркестровой Ты В кладбище бутербродов Я хотел подудеть На трубе А похудеть Ты не хотел На бороде Представляете Перепутал все ноты Музыкантам Вот так вот Все перемешал Они такое Заиграли потом Что даже у Юрия Михайловича Лужкова Он там присутствовал Стали дыбом волосы Не говорю 450 Это дорого А музыка Которую они играли Это модная Музыка Хаус Индастриал В носу Ковыястриал А не индастриал Опозорились опять На всю страну Извините Немножечко Я увлекся Может быть Воспитанием Вот этого Сухогруза С пельменями Что я хочу сказать Дорогие мои Маленькие Любители балета Ходите Почаще По театрам По большому По малому По среднему Смотрите Классические балеты И знаете Вот Душа очищается От этого Несмотря на 450 рублей И ты Понимаешь Ты Свинообразный Ребенок Вот сейчас Придешь домой Встанешь в угол На горох Голыми коленями И будешь Учить всю ночь Мцири Евгения Онегина И витязя В свинячей шкуре Понял В тигру мой Может папа лучше знает В тигровой Или не в тигровой А Может ты забыл Как выглядит Папин Ремень Помнишь Хорошая память Молодец До свидания Налево Направо Культуре Шагом марш Шагом марш Шагом марш Шагом марш Шагом марш Шагом марш Шагом марш